Всем привет! Завтра у меня будут гости и нужно приготовить праздничный стол. Будем принимать гостей из Рязани, также приедут мои родственники. Ну, нужно стол накрыть для друзей, такой простенький, но в то же время, чтобы все покушали, наелись и были сыты и довольны. Готовить буду из того, что есть у меня в холодильнике. Тут я уже заранее отварила овощи на салат, запланировала приготовить салат-мимозу и селёдку под шубой, потому что у меня есть селёдка дома, значит пусть будет селёдка под шубой. В общем, буду готовить сейчас блюдо из того, что есть и посмотрим в итоге, что получится. Ну, начну, я думаю, именно с этого салата. Я думаю, все знают, как готовить. Не надо повторять, уже не раз я также показывала их в своих видео, что нам нужно селёдка, лук репчатый, картошка, морковь и яйца, а также свёкла. И тут же параллельно селёдке под шубой я достаю горбушу и буду готовить салат-мимозу. Удобно сразу готовить эти два салата, потому что там идёт и в тот, и в другой картошка, морковка и яйца. То есть режете на один салат, так же и на другой. То есть быстрее получается, не по отдельности каждый салат, а сразу всё порезали и разделили по двум салатникам. Также решила сделать салатик Цезарь по-быстренькому. У меня тут куриная грудка, я её предварительно запекла в духовке. Помидоры, черри, салатные листья, сыр, пармезан и ещё завтра уже добавлю сухарики. Я делаю всё с вечера, все салаты. Накрою плёнкой, поставлю в холодильник. Сейчас у меня 11 часов вечера, поэтому до завтра до утра им ничего не будет, а с утра уже приедут гости. У меня уже будет всё готово, поэтому пока что не заправляю, сухарики не кладу, а так всё нарезаю. Вот так вот салаты у меня готовы, сейчас затяну их в плёнку и уберу в холодильник. Холодильник у меня хороший, всё останется свежим. А салаты, которые с майонезом, наоборот, они слоёные, поэтому слои лучше пропитаются. На горячее сделаю стейки из куриной грудки. Тут у меня порезанная куриная грудка, я её приправила чёрным молотым перцем, мускатным орехом и солью. Обжариваю с двух сторон до готовности. Куриные стейки поджарились, выкладываю их на тарелку. Всё, завтра мне остаётся их только подогреть и посыплю сверху полукольцами красной луковицы. Делаю гарнир. Отварила картофель до полуготовности, в него уже добавляла универсальную приправу при варке. Далее я беру форму для выпечки, смазываю её оливковым маслом. Также предварительно нарезала зелень, это укроп. Перекладываю картофель в форму для выпечки. Копчёный бекон нарезаю полосками и теперь мне нужно картофель проложить копчёным беконом. Беконом проложили, по желанию можно добавить сливочного масла, если бекон не очень жирный. Если бекон жирный, то не нужно. Отправляем теперь так в духовку на 15 минут запекаться. Картофель у меня запёкся, теперь я его посыпаю тёртым сыром пармезан и укропом. Перед подачей я его подогрею в микроволновке и посыплю топпингом из хрустящего лука. Осталось сварить только компотик из яблок и на сегодня заготовки у меня готовы. Остальное буду делать уже завтра, но и, конечно же, тоже вам покажу. Делаю нарезку из свежих сезонных овощей и сразу же присыпаю её морской солью. Делаю нарезку из сыра, колбасы и бекона. Мини-багет я нарезаю небольшими ломтиками, вот такими вот. Смазываю паштетом и дальше сверху посыпаю порезанным зелёным луком. Вторую часть багета я буду смазывать вот такой вот икрой с копчёным лососем. Вот такая вот тарелочка с закусочными бутербродами выходит. Ну вот такой вот стол у меня получился. Собираемся с друзьями посидеть, встретиться. И давайте посмотрим, что же у меня тут есть на столе. Ну, естественно, порезала хлеб. Далее идут салаты, я вам их уже показывала, под шубой, мимоза и цезарь. На горячее у меня картошка с беконом, укропом и топпингом из хрустящего лука. А также стейки из куриной грудки под красным луком. Далее идут нарезки. Тут нарезка свежих овощей. Нарезка сыр, колбаса, бекон. Закусочные бутерброды. Тут я поставила маринованные помидорчики, жёлтые. И также тут ещё есть отварные креветки. Из напитков мартини сок, компот из яблок, гранатовый сок. Вот это мы из Абхазии привозили. Также тут соусы к мясу. Это лук со сметаной и сливочно-чесночный. И вот такая вот тарелочка со свежим виноградом и орешками кешью. Ну, пока что вот так вот. Если всё это съедим, ещё что-нибудь подложу. У меня всегда есть запасы. Но я думаю, что этого будет вполне достаточно. Такой вот был у меня стол. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока-пока. До встречи. Увидимся.